ВЫШЛО ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТНОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА РОССИЙСКЕЙ ФЕДЕРАЦИИ Согласно которому изменен срок действия ПЦР-тестов. Теперь он составляет 48 часов вместо 72. Постановление главы Роспотребнадзора обязательно к исполнению на территории всей страны, в том числе и в нашем регионе. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача страны Анны Поповой, срок действия отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного методом полимеразной цепной реакции, составляет 48 часов от времени результата лабораторного исследования на COVID-19. Такое решение, по словам Анны Поповой, было принято из-за повышенной заразности нового штамма коронавируса Omicron и его предполагаемой способности вызывать более быстрый ответ организма. Кроме того, в документе прописано, что лабораторное исследование на коронавирус у лиц, контактировавших с больным COVID-19, будет проводиться только при появлении клинических симптомов заболевания, сходных с коронавирусом. В случае отсутствия клинических симптомов в течение периода изоляции, лица, контактировавшие с больным, будут выписаны без проведения лабораторного исследования. В Ненецкой окружной больнице запущена новая кислородная станция. Объект позволит обеспечить пациентов ковидного отделения медицинским кислородом, изолированно от других отделений, и иметь значительный запас мощности подачи кислорода в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в округе. Теперь в регионе есть резерв. Кислородной поддержкой будут обеспечены все нуждающиеся. Мощность станции – 1000 литров кислорода в минуту. Этого хватит в полном объеме для 137 коек в Ненецкой окружной больнице. Отметим, до сегодняшнего дня медики завозили кислород в больницу баллонами самостоятельно. Теперь кислород будет поступать в палаты медучреждения напрямую со станции. Для этого смонтирована газораспределительная сеть по зданию. Как сообщили в медучреждении, новая кислородная станция проста в обращении и удобна. При необходимости к ней можно подключать аппараты ИВЛ. Пострадавшим от пандемии предпринимателям Ненецкого округа окажут дополнительную поддержку. Из окружного бюджета на каждого сотрудника предприятия малого и среднего бизнеса, в том числе на индивидуального предпринимателя, ведущего бизнес без привлечения работников, выплатят единовременную финансовую помощь в размере районных и климатических надбавок по размеру минимального размера оплаты труда 20 467 рублей. Получить финансовую поддержку могут предприниматели, которые уже получили или только собираются подать заявку на федеральную единовременную выплату из расчета МРОД на сотрудника, введенную по указу президента России. Заявление на грант можно подать до 15 декабря в личном кабинете налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы. Подать заявление на получение региональной единовременной выплаты в размере 20 467 рублей предприниматели могут с 8 декабря по 20 января следующего года в фонд поддержки предпринимательства и предоставление гарантии округа по адресу улица Ненецкая, дом 3, офисы 14 и 15. Индивидуальные предприниматели к заявлению прилагают копии паспорта, СНИЛС, реквизиты расчетного счета банка, юридические лица, документы, подтверждающие легитимность деятельности руководителя, это приказ, распоряжение и прочие документы. Копии паспорта и СНИЛС, заявители руководителя юридического лица, реквизиты расчетного счета банка. Заявления и сведения предоставляются предпринимателями лично. Срок рассмотрения – 10 рабочих дней. После принятия положительного решения по заявлению в течение 7 рабочих дней выплаты перечисляются на счет заявителя. Всю информацию по получению единовременной выплаты можно узнать в микрокредитной компании Фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантии НАУ, по телефону, номер которого вы видите на своих экранах. Реконструкцию тепловых сетей в двух населенных пунктах на востоке региона проведут в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». На эти цели Ненецкий автономный округ получит из федерального бюджета более 300 миллионов рублей. Работы планируется провести в 2024 году. В Минсельхозе России завершился отбор проектов в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий», государственные программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». Проекты двух муниципальных образований – поселка Харивер и Харута – успешно прошли отбор. В поселке Харивер будет реализовано 4 проекта по реконструкции и строительству тепловых сетей. После модернизации инженерных сетей и котельных к центральному отоплению будет подключен 81 дом. Кроме того, будут созданы дополнительные рабочие места, что также существенно для развития поселка. Общая стоимость работ свыше 258 миллионов рублей. В поселке Харута будет проведена реконструкция тепловых сетей. К центральному отоплению подключат в том числе 43 индивидуальных жилых дома, два многоквартирных дома, детский сад, дом культуры. Стоимость проекта составит около 112 миллионов рублей. Всего в отборе участвовали 74 региона, представившие 793 проекта комплексного развития сельских территорий. Комиссия Минсельхоза России отобрала 344 проекта из 61 субъекта. В Ненецком округе открылся сезон зимних дорог. Вступил в силу приказ Департамента природных ресурсов, экологии и АПК о разрешении движения механических транспортных средств по зимним дорогам в тундровой и лесотундровой зонах на территории Ненецкого автономного округа. С 3 декабря на территории региона разрешается движение транспорта по всем зимним дорогам в тундровой и лесотундровой зонах округа. Решение об открытии движения принято в связи с установлением устойчивого снежного покрова, защищающего целостность оленьих пастбищ. В регионе появилась карта волонтера Ненецкого округа. Она дает скидку на получение услуги товаров у партнеров, которыми стали предприниматели округа. Карту уже получили 10 самых активных добровольцев. Бонусная карта волонтера разработана региональным центром молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи совместно с Центром развития бизнеса. По сути, это программа поощрения волонтеров. Карта дает скидку 10% на товары и услуги у партнеров, предпринимателей округа, которые подключились к этому проекту. Карту может получить волонтер, отработавший не менее 35 часов. На каждой карте, помимо фамилий, имени, отчества и фото владельца, есть QR-код, переходящий на его страницу на платформе добро.ру. Глава региона поручила расширить возможности карт, в частности, рассмотреть возможность предоставлять волонтерам бесплатный проезд на общественном транспорте. Волонтерский центр региона действует на базе ресурсного центра добровольчества НАО. Волонтеры помогают самоизолированными пожилым людям каждый будний день. Напомним, стать частью волонтерской команды могут неравнодушные жители старше 8 лет с согласия родителей. Для этого нужно подать заявление на платформе добро.ру или позвонить в ресурсный центр добровольчества по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах. В Ненецком округе начался прием заявлений на оздоровление детей за счет средств региона в 2022 году. Речь идет об отдыхе и оздоровлении детей от 13 до 15 лет в составе организованных групп. Подать заявление на предоставление путевок можно в МФЦ до 20 декабря. Напомним, по путевке в санаторно-курортные учреждения в составе организованных групп могут отправиться дети в возрасте от 13 до 15 лет включительно, со второй и третьей группами здоровья, постоянно проживающие на территории Ненецкого автономного округа и нуждающиеся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении. Путевки предоставляются один раз в два года, при условии, если среднедушевый доход семьи не превышает двукратной величины прожиточного минимума, установленной в Ненецком округе, в расчете на душу населения. Это 44 438 рублей. Субтитры создавал DimaTorzok